В ночь с 18 на 19 мая Вечеринки этого творческого объединения проходили с таким драйвом и размахом, что слава о них прокатилась по городу с молниеносной скоростью. А выкладываемые в социальных сетях фотоотчеты о прошедших мероприятиях только способствовали росту популярности этих закрытых вечеринок. Число людей, желающих попасть на них, постоянно увеличивалось, но организаторы оставались себе верны. Формат муки оставался прежним. Строжайший фейс-контроль чужаков не пропускал. Тем не менее, желание нести качественную музыку и качественный отдых в массы было настолько велико, что ребята из творческого объединения «Мука» придумали новый проект – вечеринки под названием «Сок». «Мука» – это нечто новое для нашего города, так как до этого никогда не проводились закрытые вечеринки, никогда не были вечеринки по спискам, и такого формата музыки наш город, к сожалению, тоже ни разу не слышал. Но в «Муке» есть большое «но». Конечно же, она не для всех, но так как всем очень нравилось то, что мы делали, все просили попасть к нам на вечеринки, ну а список настолько для друзей, поэтому мы решили открыть наши ворота для новых людей. Поэтому решено было создать такой формат вечеринок под названием «Сок». По словам организаторов, качество сочных вечеринок не будет уступать старой доброй муке. Только вот в отличие от последней, вечеринки «Сок» будут проходить регулярно, и вход на них не будет ограничиваться списками. Ольга Белозерцева, Антон Шаманин, телеканал «Лэдкари». Редактор субтитров А.Семкин